Добрый день! Ну а кто сочтет возможность помочь каналу, там вот есть под этим видео две кнопочки, суперспасибо и стать спонсором. Мы благодарны за любую помощь. Итак, мы начинаем. В интервью газете Гаарец, это израильская газета, высокопоставленный чиновник администрации Байдена довел до сведения израильской общественности, что Бениамин Атаньягу, премьер-министр Бениамин Атаньягу, врет. И Байден сказал ему, прекратите мне врать. Врет он не только Соединенным Штатам, но и народу Израиля. Телефонный разговор, состоявшийся недавно между премьер-министром Израиля и президентом Джо Байденом, называют самым тяжелым за всю историю двусторонних отношений. Каким образом наш уважаемый премьер-министр оказался вовлечен в американские выборы, в американские разборки? На чьей стороне он выступает? Чем обернется для Израиля это участие Атаньягу в американских выборах? С этим я обращаюсь к Давиду Идельману, историку-политехнологу. Давид, привет! Добрый день! Рад тебя видеть в эфире. Взаимно рад вас видеть. Так что получается? Наш уважаемый премьер-министр, не дай бог, главное, чтобы нас никто не слышал, не дай бог врет и Израилю, и Соединенным Штатам Америки? Даже неприлично произносить такое вслух. Ну, вообще же, как же вы будете верить в моральные устои? Общество. Да, если глава правительства врет. Вы же тратите веру в человечество, если вы вдруг представите себе, что этот Атаньягу, сам Атаньягу, может врать. Не, гораздо труднее представимо, что он иногда говорит правду. Наверное, такое тоже бывает. Ну, Давид, я вынужден повторить распространенный израильский анекдот, он касается и политиков, и почему-то адвокатов. Так вот, они говорят, как определить, что политик врет, да? У него губы шевелятся. Вот, так что ничего удивительного, но вот то, что вот премьер-министр, что даже в Моссовете, помнишь, Ахиджакова говорила? Мне больше нравятся две другие. Есть одна книжка, называется «Менеджер мафии», и там есть эта фраза честного политика узнать очень легко. У него на зубах растут волосы. А по поводу врет или не врет, значит, это был такой американский фильм, что можно же, там есть такая фраза, один и другой говорит, можно же, говорит, даже потерять веру в человечество, если даже наркобароны не держат слово. Что там премьер-министр, наркобарон? Да, но там действительно, то, что у Натаньяго с Байденом были плохие отношения и раньше, то есть во время правления Обамы, Байден, собственно говоря, был тем, кому обращался Натаньяго со всякими просьбами, потому что они знакомы друг с другом, но все-таки 73-го года как минимум, то есть более полвека уже. Но он к нему обращался именно как к возможному лоббисту, заступнику и так далее. Ну и Байден уже... Эти обращения были услышаны? Ну, тут надо сказать, что да, потому что Байден несколько раз поезжал в Израиль, и вроде бы там было все хорошо. Но Натаньяго постоянно, что приводило в ярость Обаму, Натаньяго брал, то есть он что-то им гарантировал, а после этого нарушал слово. И, понятное дело, это не могло этот, ну, так сказать, нравится... Не могло радовать администрацию Соединенных Штатов Америки, да? Да. В том числе то, что он обещал Байдену, а Байден переводовал Обаме, то же самое Натаньяго кидал. Ну, спросите у любого бывшего политического союзника Натаньяго, почему у него так много бывших союзников, почему они ушли. Ушли они в основном из-за того, что они о чем-то договорились, потом Натаньяго их кидал. Ну, это можно. Но при этом я вынужден вмешаться и сказать, что вот он это делает с таким очарованием, с таким шармом, с таким обаянием, что вот эти кинутые нередко к нему снова-снова возвращаются. Вспомни нашего уважаемого генерала Бенни Ганса, которого он кинул просто, ну как вот развел, как лоха последнего. И тот снова вернулся, снова пошел к нему в коалицию. И снова, нет, смотрите, а тут еще вопрос о куда идти, да? Он постоянно умудряется остаться премьер-министром и так далее. Тут сложно. Опять-таки, Либерман, когда начинает вспоминать, что у него там было с Натаньяго, я думаю, говорит, вот тогда кинул, тогда кинул, тогда кинул. Все время хочется сказать, а шо ж ты возвращался, да? Но, окей, каждый раз есть попытка, может быть, он изменился, да? Но, как говорил доктор Хаус в одноименном сериале, люди не меняются. Так вот, Натаньяго постоянно кидает своих бывших союзников, нынешних союзников, тех, с кем он договаривается. Даже в Израиле, не только США. Причем Натаньяго не только кидает, но он еще в своих мемуарах, которые он выпустил в 22-м году, он похвастался, что он обманывал американскую администрацию, переизбираясь, чтобы иметь заново с ней дело. Потом было начало правовой реформы, январь 23-го года, и с этого момента, вернее, даже с ноября 22-го, переизбрание 1 ноября 22-го года, Биби заново побеждает во главе коалиции, из-за того, что там часть партии не прошла, многие избиратели уже отчаявшись не пришли на выборы. Окей, Биби, не получив большинство глазу, побеждает. Становится во главе правительства. Но в Израиле есть такой, как бы сказать, ритуал. Каждый раз новоизбранный премьер-министр, он первый свой иностранный визит совершает в Соединенные Штаты Америки, к главному союзнику. И меня часто эта пресса поражала израильская, как она следит за этим визитом и так далее. Я помню, что когда Барак в 99-м году поехал к Клинтону, я написал об этом, что это как вассал поехал к Сюзерену. Как вот такая феодальная клиентела. Да, то есть получить, как там, ярлык на царство, на княжение, да? Да, но при этом в этом есть что-то. Ну, понятное дело, что помощь Соединенных Штатов Америки и действующего президента, я повторяю, действующего президента, она для израильского руководства и для государства Израиля значит очень много. Просто потому, что размеры наших великих держав несопоставимы, да? Можете как-нибудь взять карту, посмотреть. Ну, именно поэтому поехать в США – это очень-очень важно, очень большое дело. Опять-таки это связано и с оружием, и с всякими другими вещами. Поездка Беннета к Байдену, она открыла Израилю огромное количество вещей, связанных с Ираном, допустим. Беннет поехал к Байдену, сидел с сонным джо, потом показывали фотографии и задавали вопрос, спал ли Байден или нет. Но он вернулся с полным пакетом. Может, вернулся сонного, и он его сонного развел. Мы не знаем. Он спал по феншую, в правильную сторону, да? Он спал в пользу Израиля, и потом мы узнали многие интересные вещи. То есть обычно, когда речь идет о противостоянии с Ираном, Израиль каждый раз просил разрешения на какой-то акт. Ну, просить такое разрешение – это достаточно трудно. Почему? Потому что, во-первых, окно возможности, оно открывается, оно недолговечное. Его надо скоординировать в Израиле. Периодически смазывать это окно, чтобы оно не скрипело. Его надо утвердить. Ну, то есть известно, что вот такой-то лидер КСИР прибывает на такую-то квартиру в Бейруте. Можно ли его ликвидировать? Это сообщает, соответственно, агент, который находится в Бейруте. Окей. Он сообщает своему непосредственному руководителю. Тот сообщает своему непосредственному руководителю. И этот непосредственный руководитель согласовывает это, допустим, с главой Моссада или главой ОМАНа. После этого это надо, ну, как-то среди всех спецслужб, с армией, в том, выйти на уровень премьер-министра, получить разрешение у него. И после этого, значит, надо было запрашивать в Америку. А в это время чувак может сбежать вообще-то? Нет, он может в этот момент трахнуть любовницу и уехать. Да. Но он же там не на много времени, он заехал, все. Ну, и поэтому, опять-таки, пока все эти вещи делаются, есть большая проблема, потому что утечка информации возможна на любом этапе. Даже не то, что глава Моссада позвонит и доложит Веран, а просто есть засекающие программы, есть куча всего. Поэтому Беннет, когда приехал, он... То есть, чем длиннее цепочка, тем больше шансов на утечку. Это очевидно. А, на утечку и на то, что окно закроется. Да. То есть, что-то произойдет. И поэтому Беннет сказал, вот мы каждый раз просим у вас, мы, опять-таки, они что-то сделали. После этого мы начинаем планировать операцию. После этого мы получаем у вас разрешение. В конечном итоге наша реакция получается только через полгода. И то не всегда. Давайте сделаем по-другому. Мы с вами, мы вам представим банк целей. А вы нам их утвердите. А уж когда мы его будем бомбить, это наше дело. Да, ну то есть, вот то, что в Израиле, допустим, называется Бен Магетт. Вот этот человек, он приговорен к смерти. Смерть. Мы договорились об этом. А вот когда его, ну когда он появится на прицеле у снайпера, а снайперу будет дан приказ, тогда его и дропят. И это вещь, которую утвердили в США. Но Байден сказал, может быть, вы все-таки будете у нас ставить на известность, бегать этим. Бен Магетт сказал, ну если мы уже скоординировали, зачем? И Байден ему дал это разрешение. Ну и поэтому, допустим, когда были выстрелы в Азербайджанском посольстве, в Иране, и погиб офицер, то на следующий день с утра были вывезены все работники посольства, а потом уже еще где-то была проведена операция, что-то в небе над Ираном, какие-то ракеты, какие-то беспилотники, что-то там побили, кого-то там уничтожили. Иранцы сильно чесались из-за этого, потому что Израиль фактически отомстил за гибель азербайджанского офицера, как за гибель своего офицера. Но по тем объектам, которые были заранее согласованы. Так вот, координация, согласование – очень важная вещь. Опять-таки, при Байдене, благодаря Беннету, прежде всего Беннету, произошла такая вещь. Беннет сказал, что у Натаньякова были очень плохие отношения с Апландой и очень хорошие отношения с Трампом. Но результаты были на уровне операционном, они были очень похожи. Самая главная вещь – это координация на уровне специальных служб, на уровне Министерства полиции и, допустим, ФБР, Шабака и ФБР, МОСАД и ЦРУ, Пентагона и Министерства обороны и так далее. И вот взаимодействие на этом уровне усилилось. Это был большой подарок Беннета Израилу, о котором он, вероятно, не понимал, потому что в 2022 году он уходит под ставку, потом Лапид проигрывает выборы, и к концу 2022 года к власти приходит правительственник МИА, с которым Байден не хочет разговаривать. И Байден не приглашает Натаньягу. И более того, он, когда его спрашивают журналисты, он сказал, Натаньягу еще не заслужил того, чтобы я его приглашал в США. Он не заслужил. Он говорит это после начала правовой реформы. И американцы четко показывают, что они не готовы иметь прежний уровень взаимодействия на этом уровне. Но уровень взаимодействия между спецслужбами практически полностью остался, кроме Министерства полиции. Понятное дело, что... Ну, полиция – это немножко менее важно, насколько я понимаю. Нет, ну, когда там есть всякие вещи, но взаимодействие с бингвиром американская сторона не готова. Странно, почему? Более того, там вся эта группа бингвира смотрит и так далее, они вводятся против них санкции, будут усиливаться и так далее. Короче, Натаньягу не приглашал. И это было еще во время правовой реформы. И Байден показывает, что он не готов его куда-то. Но дальше случалось 7 октября. И вот тут у Байдена сработали его старые инстинкты, друга Израиля. Рыцаря о времен Холодной войны и все остальное. Он прибывает в Израиль. Более того, он приказывает, что кроме обычной помощи Израилю, выделить дополнительную. И он выделяет очень большую дополнительную помощь. Мы знаем, что обычная помощь Израиля, она очень маленькая сравнительно. Ну, когда мы видели, сколько сейчас выделяется Украине и так далее. Или сколько, допустим, тратится на день войны в Ираке. День войны в Ираке стоил 1 миллиард долларов. Каждый день. Израиль получает в год в районе раньше 2,5 миллиардов. Сейчас 3,5 миллиарда. Но тоже это 3 дня войны в Ираке. Сейчас было выделено гораздо-гораздо больше оружия на десятки миллиардов. И мы еще точно даже не знаем, сколько, с чего и как было поставлено. Больше 10 миллиардов, это точно. Возможно, что речь идет на десятки дополнительного оружия. И Байден действительно включился как родной. И приехал. А у нас Байдена поливают, особенно в русскоязычной прессе. Поливают его, что Байден такой, Байден слепит жест, спящий Байден. Он слабый, он израилам не помогает. Но при этом оказание помощи Израилю было, наверное, сопоставимо с той помощью, которую оказал Израиль Никсон во время войны Судного дня. То есть, вот, израильское нападение 7 октября было ровно через 50 лет и один день после войны Судного дня. Начало войны Судного дня. И помощь американцев была примерно похожей. Единственное, что не похоже было нынешнее израильское правительство на правительство Голдемир. Ну, и министр обороны у нас не Машедаян. И премьер-министр у нас не Голдемир. И министр иностранных дел у нас не того уровня и так далее, и так далее, и так далее. Короче, именно оказание этой помощи. Теперь то, что было слито в Гаррец, было слито в Гаррец, была очень конкретная вещь. Они сказали, что высокопоставленный американский чиновник заявил, что Натани Альин неблагодарный. Вот после того, что ему сделал Байден, он Байдена постоянно подставляет, постоянно ему врет. Более того, Байден во время последней встречи сказал ему, прекрати вешать мне лапшу на уши. Не ври мне, потому что он врет. Теперь вот это вранье, собственно, является главной причиной родного охлаждения в отношении. И того, что Байден обвиняет Натани Альин обвиняет Натани Альин прежде всего в том, что Натани Альин не хочет возвращать заложников. А вот почему? Вот мне говорят, что Натани Альин против возвращения заложников. Что значит против возвращения? Что, действительно не хочет, так сказать, вернуть заложников? Или это такая фигура речи, которая такая образная? Ну, смотрите, давайте по факту. Каждый раз задействованы огромные-огромные силы. Я не говорю, что в Израиле над этим возвращением заложников, над этими переговорами работает глава Моссада, глава Шабака. Все армейские структуры, глава ОМАНа, которые могли бы заниматься другими вещами. Да, им есть во что поиграть. Я просто поясню нашим зрителям, что Моссад и Шабак все знают. Моссад – это как ЦРУ, Шабак – это как ФБР, а ОМАН – это военная разведка. Ну, есть еще разные службы, которые… Да, интересные службы, которые тоже этим занимаются. Но Шабак – это внутренняя служба безопасности, служба общей безопасности. Моссад – это политическая разведка, а ОМАН – это военная разведка. Так вот, они этим занимаются. Каждый раз согласовываются вагианты. И вот вагиант, который уже инициируется израильской стороной, получают утверждение в США, дается им, они едут, и они его утверждают, вроде бы. Они возвращаются и говорят, все, можно делать. Тут Натаньягу говорит, не, а мы с ним не согласны. Подождите, это ваш вариант. Ну, смотри, канцелярия Натаньягу утверждает, что все не совсем так, что они не добавляют какие-то дополнительные пункты, а эти пункты как раз требуют хамасовцы. Окей, мы сейчас слышим уже сливы, которые идут от имени руководителей силовых ведомств. Более того, 12 канал говорит, что на днях в ближайшие дни, может быть, даже после того, как эта передача выйдет, или до того, как мы ее выпустим в эфир, выйдет кто-то из руководителей силовых ведомств, которые это даст обратиться напрямую к общественности. Но американцы говорят, что, то есть, скорее всего, будет одновременно сообщение моего отставки, потому что он выйдет с прямым обвинением правительства, правительства Натаньягу. Но мы знаем, во-первых, сливы, во-вторых, мы знаем позицию американского руководства, который это говорит практически напрямую, что, ребята, не только ваши, но, допустим, наш, глава ЦРУ, которому, извините, за всем миром надо следить. И который очень серьезный дядька, он вот уже, и он говорит, нет, это Натаньягу не хочет, Натаньягу не хочет. Почему Натаньягу не хочет? Потому что сделка с Хамасом, возвращение заложников, а возвращение, Хамас говорит о поэтапном возвращении заложников, но заранее разбитым. Это обозначает на несколько месяцев прекращение войны как минимум. Ну, может быть, не совсем прекращение, но на несколько месяцев, что для нас прекращение войны. Прекращение войны – это немедленный выбор. Немедленные выборы – это Натаньягу прощается своим креслом, создается комиссия по расследованию, и для этой комиссии он является главным фигурантом. – Давид, во-первых, секунду, я тебя перебиваю, извини. Во-первых, сейчас поступила информация, если не ошибаюсь, вчера, о том, что американцы согласны дать письменные гарантии того, что в случае, если Хамас нарушит какие-то условия сделки, то, значит, Израиль может возобновить военные действия. То есть то, чего требовал Натаньягу. Во-вторых, ты так уверенно говоришь, что это означает выборы и конец Бениамину Натаньягу. Позвольте с вами не согласиться, я, конечно, не берусь спорить с политтехнологом, но ты посмотри, что получается. Последнее время все его противники начинают тихонечко тонуть. Ну, про Бенни Ганса я уже не говорю. А Биби вообще набирает опять? То есть не все так однозначно, как говорится. Я не удивлюсь, если он воскреснет, как птица Феникс из пепла и снова не станет премьер-министром. Даже после этих выборов. Ну, смотри на результаты опроса. Результаты опроса показывают, что ему очень далеко. Понятное дело, что, опять-таки, для Натаньягу, чем больше времени проходит после 7 октября, и чем больше времени после 7 октября он стоит во главе воюющей страны, тем больше он получает дополнительных голосов. Ну, все-таки, мы же Израиль, мы же объединяемся по пункту опасность-безопасность. Когда у нас идет война, ну, что делать? Мы объединяемся, мы равнение на флаг, мы у нас есть... Да, но нужны веские результаты, нужны такие красивые символы победы. Вот если они будут, тогда Биби будет на белом... Ну, не на коне, но, по крайней мере, на белом верблюде. Натаньягу умеет продавать вещи как символы победы. Ну, например, убийство Смаил Аханей, которое неизвестно, кто совершил. Натаньягу сразу после него вышел в эфир. И почему он министрам не давал. И, значит, сказал, намекнул, что вот мы такие крутые, и тут, там, и там. Но Израиль не признал как бы убийство. Правильно. Но сразу после этого Натаньягу вышел в эфир и сказал, что вот если бы мы пошли заранее на те эти делки, то вот мы бы такие... Ну, это очень спорное утверждение. Почему? Потому что, во-первых, кто сказал, что после сделки с Смаил Аханей не может что-нибудь случиться. Это раз. Причем тут сделка... Но говорят, что Аханей, в общем-то, был один из тех, кто тормозил эти сделки. Окей. Во-вторых, Ну, Натаньягу умеет это продавать. И, может быть, это тормозил. Катар говорит наоборот, что переговоры вел он. И он-то был наиболее умеренным. Иди пойми, кто у них умеренный, кто у них этот... Более безумный. По мне, так они все эти... Это то, что называется... Людоеды, да? На языке неймавят достойные смерти. Ну, опять-таки, Натаньягу умеет продавать. Но даже его умений пока недостаточно для того, чтобы пойти на... Пока. Не знаю, что будет дальше. Люди, которые близки к нему, они иногда так говорят, что Натаньягу еще два года и он сможет переговориться. А еще два года... Да, еще два года войны. Ничего страшного. А может быть, а может быть. Выбраться должно быть в 1926 году. А может быть. А мы же смогли бы отодвинуть муниципальные выборы. Это был прецедент. Значит, мы можем отодвинуть и общие выборы. Подождет, может быть, еще год-два. Ну, так задержимся с этим правительством, с этим премьер-министром. Почему бы нет? Главное, чтобы не было... Кому сейчас плохо, да? Как говорил товарищ Гольфкноп, министр строительства. Да, кому сейчас плохо. Поэтому Натаньягу ведет... Опять-таки, он умеет создавать всякие сливы, работать с прессой. Что у него получается? Это, да, например, чтобы уничтожить Гейдон Асара, несколько раз говорится о том, что Натаньягу планирует назначить его на пост министра обороны. В этот момент Гейдон Асар просто исчезает с радаров. Он становится не просто с нулевым рейтингом, а с минусовым рейтингом. Кому он нужен, если он готов пойти к Натаньягу. Все. То есть, если бы он уже пошел, и после этого было бы сообщили, тогда было бы другое дело. Но когда сначала сообщают, то уже нет. Это согласно израильскому анекдоту о том, что когда израильский мальчик получает сообщение от девушки, что она готова трахаться, то он сначала постит это в социальную сеть, и только потом едет к ней. И поэтому у них уже ничего не получается, потому что она оскорбляется. Примерно такая вещь. Так вот, Натаньягу не нужно возвращение заложников, потому что Натаньягу, опять-таки, так же, как мы удивляемся тому, что он может врать, мы можем удивиться, что для Натаньягу, во всю его карьеру, а собственная шкура была важнее ко вкусу. Я понял, Давид. Ты левак. Я все про тебя понял. Я уже представляю, какие будут комментарии к этому видео. Вы леваки. Вы предаете родину. Раз вы не любите вождя, вы левак. Ну, смотрите, для очень многих людей само поднятие вопроса о заложниках является, ну, так сказать, антипатриотизмом. Ну, как это, спасать израильтян из-за... И Орид Струк еще несколько месяцев назад с возмущением сказал, ну, как, из-за каких-нибудь 20 человек, оставшихся в живых, мы же не знаем, сколько осталось в живых. И чем дальше, тем их меньше. Да. Из-за каких-то 20 человек, оставшихся в живых, мы прекратим войну. Мы не знаем, сколько осталось. Опять-таки, 300 дней уже идет эта война. 300 дней наши люди, которые ни в чем не виноваты, которых захватили, находятся в ужасных условиях. Я не знаю, сегодня многие военные, опять-таки, говорят, что надо было в самом начале пойти на сделку с КамАЗ. Всех на всех отдать, всех политических запрещенных израильских. Вот, после этого переизбрать правительство, подготовиться к войне, с нормальным правительством, с нормальными подготовками к войне, уже начинать и уже проводить зачистку, четко знать, что ты хочешь получить в конце. Сегодня у нас нет нормального правительства. Осмелись свои пять копеек внести. То есть, никто бы не дал Израилю начать войну на пустом месте и вот так взять и так вот отутюжить газу, как это происходит сейчас. Ты это, понимаешь, не хуже меня. То есть, это все, как бы, как говорила моя бабушка Халлоина, с мечты. То есть, вот после 7 октября... Учитывая, что там ХАМАЗ. Не дали бы, не дали бы. И ХАМАЗ не с ХАМАЗом идти там. Нет, ну... Ну, тихо, ну, постреливали бы, как раньше пострелили. То есть, 7 октября, это, конечно, ужасно это произносить вслух, это страшно, это цинично, но это было то, что на иврите называется издомнут. То есть, это был шанс, да? То есть, вот в ответ на это разучужить газу, и, в общем-то... 70% туннелей осталось. Боевиков у ХАМАЗа сегодня больше, чем был... Ну, это другие, Давид, не надо сравнивать. Что значит боевиков больше? Да, там пацаны 16-17-летние побежали. Из тех, кто были 7 октября, погибло максимум 40%. 60% остались живые. Опять-таки, на этих боевых действиях набраны новые, которые умеют воевать. Они уже 10 месяцев воюют. Те, кто не умели, те погибли, да? Да, поэтому тут пацаны, не пацаны, пацаны, которые 10 месяцев под этим, они чему-то научаются. И, опять-таки, дурное это дело нехитрое. Для того, чтобы провернуть такую операцию, которую они провернули 7 октября, не нужно очень много обученных хорошо вояков. Для этого оно совершенно не нужно. Для их дурного дела нет такой необходимости в этом. Извините, пошлите дальше лучше по темам, потому что мне кажется, что у нас есть, что еще обсуждать, если есть вопросы. Несомненно, есть что обсуждать. Скажи мне, говорят, что Натаньяго принял чью-то сторону на президентских выборах. Вот на твой взгляд, на чью сторону стоит, на чьей стороне стоит Натаньяго в президентских выборах в США? Ну, сразу после встречи Натаньяго с Камалой Харрис, где они встречались и говорили друг с другом, начались вдруг утечки о том, что Камала сказала это, Камала сказала то. И некий высокопоставленный чин стал инструктировать журналиста против Камалы, а как будто он тоже присутствовал на встречах, где они были вдвоем. Ну, то есть, это либо сама Камала инструктирует, либо это Натаньяго. На кого вы подумаете, ваше дело, да? Но, значит, было сказано, что Камала сказала, я не буду молчать о преступлениях. Я это, я то и все. После Камалы Натаньяго сразу едет к Трампу, и Трамп, этот, получив вот все эти вещи, в качестве, ну, выборных кампаний, говорит, вау, Камала, этот, занимает антиизраильскую позицию, вообще она против евреев. Я не понимаю тех евреев, которые голосуют за демократов. Они плохие, они плохие евреи. Да. Ну, вообще так, это можно сказать, что любая женщина, которая замужем за евреев, она иногда против него, в каком-нибудь смысле, да? Но этот Камала, которая замужем за евреев, которая, извините, выходила замуж по еврейской, религиозной, хотя и консервативной церемонии, она такая антисемит, как-то трудно поверить, да? Но это ровно то, что будет сейчас продавать Трамп, и эту карту ему сдал Натаньяго. Натаньяго сделал свою ставку. Это ставка на Трампа. Теперь ставка на Трампа. Ну, один мой знакомый, который такой ярый республиканец американский, ему сказал, вот теперь я за Трампа начал бояться. Я сказал, почему он играет? Смотри. А в 2008 году этот... Биби не хотел Обаму. Он хотел этого... Сенатора, который был против него, и который проиграл. Маккейна? Маккейна, да. В 2012 году он снова был против Обамы. Он буквально вмешивался в американскую политику. Снова Обама выиграл. В 2016 году он был уверен, что выиграет Хиллари. И выиграл Трамп. В 2020-м он явно помогал Трампу. И выиграл Байден. То есть Биби очень точно... Всегда, когда он делает ставку, ставку проигрывает. Ставит не на ту лошадь. Слушай, иначе беспокоится за Трампа. Но понятно, что Биби сделал свою ставку. И вышел на это. И для Натани Ягу теперь самая важная вещь – додержаться за Трампа, который он считает, что он ему сделал такой подарок, и Трамп... То есть Трамп ему типа должен теперь, да? Да. Но дело в том, что Трамп-то считает, что Биби ему должен давным-давно. Он-то Натани Ягу делал подарок за подарком. То он ему... Опять-таки Трамп постоянно вмешивался в израильские выборы на стороне Натани Ягу. Правда, после этого Трампа говорил... Я, говорит, не понимаю, у них выборы происходят. Выборы заканчиваются, и непонятно, кто у них босс после выборов. То есть выборы закончились, а кто выиграл? Это у нас, говорит... А вот у них непонятно. Но Трамп сделал один раз подарок с переносом посольства, другой раз подарок с голландскими висотами. Третий раз со сделкой Авраама, ну и больше он уже на выборах не участвовал, да? То есть пришла эпоха Байдена. Но три раза он делал Натани Ягу достаточно крупные подарки. И после этого, когда Натани Ягу, перепугавшись, одним из первых поздравил Байдена, еще до официального утверждения и так далее, то Трамп... Которое Трамп оспаривал, как ты помнишь. Да, Трамп очень сильно обиделся и сказал, что вот он такой неблагодарный тогда. Но Трамп это считает Натани Ягу неблагодарным, и Байден считает Натани Ягу неблагодарным. А Камала уже заранее разозлена, потому что он... Камала уже просто большой личный неприязнь к ним. Да, то есть получается, все три варианта неизвестно какой хуже, потому что Трамп еще и слабо предсказуемый вариант. Но Натани Ягу для себя решил, что для него главное додержаться до Трампа, ну а с Трампом он может зачерить большую войну с Ираном или еще что-то. Вот, захочешь ли Трамп, это неизвестно. Да, осталось уговорить Ротшильда, как говорится. Но скажи мне, а вот как вот эта вовлеченность может сказаться на положении воюющего Израиля? Вот эти вот, так сказать, реверансы Биби в сторону Трампа и его пренебрежения другими кандидатами? У нас есть один фактор, работающий на нас. Байден по-настоящему любит Израиль. Он терпеть не может Натани Ягу, но он не хочет наблюдать. Слушай, ты когда-то сказал по-настоящему, я сразу вспомнил, да, чем педофил отличается от педагога, да? То есть педофил по-настоящему любит детей. Байден, встретившись с израильскими заложниками, сказал, я ухожу, мне не нужны политические баллы. Это одна из вещей, которую я хочу сделать до своего ухода. Ну, так же, как вот нынешнюю обменную сделку. Ведь уже Трамп считал, что Путин ему ее подарит. Она уже, в принципе, согласована. Но Путин должен... Ты имеешь в виду обменную сделку между США и Россией? Да, между Западом и Россией. Окей. Но добавить нам было важно, что при нем вернутся люди. При нем вернутся ложники. И он это пробился. И именно для того, чтобы это не осталось Трампа. Сделка, которая пробивалась почти два года. Да? Там по-разному. И встречи по ее поводу шли в разных частях света, в том числе и в телевидении. Это я знаю точно. Вот. Но. Байден сделал так, чтобы оно прошло при нем. Байден хочет, чтобы заложники вернулись по нем. Опять-таки, у него была проблема с Натаньяго. То, что Натаньяго мог ему мешать на американский выбор. А вот сейчас у него нет этой проблемы. Сейчас ему нечего терять. Да. Поэтому вот такие вот выступления с Ливов, Гаррец, первое. Это была только первая ласточка. Скорее всего, они сейчас будут бить Натаньяго. Ну, как умеет. Опять-таки, я же не говорю, что они сумеют побить сильно. Может быть, они своими действиями приведут к противоположным результатам. Такое тоже может быть. Мы же понимаем, что это сложные материи. Но это одна из вещей. Понятное дело, что Израиль в ситуации войны, это не способствует его усилению страны. То, что и премьер-министр больше заботится о себе, и поэтому вмешивается во внутренние дела чужого. Но это может нам стоить большой крови. И понятное дело, что если Натаньяго ждет Трампа, он откладывает кучу вещей до Трампа, которые Израиле нужны сейчас. Вчера. Давид, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я хотел уточнить. Ты говоришь, что Байдену теперь не надо думать о том, что он переизбирается. Это, в общем-то, очевидно. А вот не появился бы в этой ситуации шанс решить ядерную программу Ирана, именно потому, что Байден сейчас может заботиться, если он о чем-то вообще еще заботится, только об улучшении своей биографии, ну и, извините, своего некролога. А, может быть. То есть, чтобы отдать своей Камале уже, так сказать, чистый лист, вот смотри, я вот грязную работу сделал, да, я вот этих басурман убил, а ты теперь будешь владычицей морской, да? Да, но тут очень большой шанс, что после этого начинается региональная война. Большая региональная война. Хорошо, ну война, опять-таки, это на его совесть, а вот если победить в этой войне, то у него плюсик в карму, а для Камалы Харрис вот такая расчищенная, так сказать, площадка. Для большой региональной войны от Америки, от Америки потребуется очень много ресурсов. Имеется в виду и деньги, прежде всего деньги, и технологии, и вполне возможно переброска американских солдат, и куча-куча всего. Для этого нужно одобрение Сената Конгресса. А Трамп, единственное, что он сейчас будет делать, он будет делать подножки на каждом шагу. Ну да, конечно. Я имею в виду республиканцы, зачем же им сегодня помогать Байдену войти в историю больших человеков? Они хотят, чтобы это все... Ну да, у нас свой большой человек стоит в очереди, да, вот его-то мы и сделаем большим. Поэтому, я не знаю, то есть шанс есть, но это в том случае, если будет уверенность, что иранцы не ответят. Что там образуется воронка, и иранцы скажут, ну ладно, мы начнем работать с самого начала и будем создавать. Но для этого надо все провести филигранно. Опять-таки, болтливость Биби в этом отношении очень плохой союз. Потому что вот ударить по сирийскому ядерному реактору в 2007 году можно было только потому, что Израиль не стал кричать на всех углах. А, ага, это мы ударили, это мы сумели. Но Израиль вообще ничего не признавал. Вот, молчал. Единственный, кто проболтался, это был глава оппозиции Бенемин Заньян. Что премьер-министр поставил его в известность. Вот, ну, поэтому, я не знаю, это очень филигранная операция. Я самому говорю, это возможно. Ну, теоретически. Давид, 12 канал сообщает, Израильский 12 канал, что Нотаньягу решил отложить нормализацию отношений с Саудовской Аравией до выборов в США. Как это повлияет на ситуацию с войной? Ну, это не будет способствовать нашему усилению. Почему? Потому что один из вариантов того, что делать с газой, это дать газу под контроль арабских государств, прежде всего Саудовской Аравии и Египта. Чтобы они взяли, ну, Саудовская Аравия это в основном деньги, в Египте это в основном солдаты, которые войдут и без всякого стеснения будут вырезать всех, кого хотят. И им, в отличие от евреев, это может. И никто не пикнет, никакой совет безопасности, никто. Да, потому что они будут наводить порядок. Есть, в принципе, этот вариант Саудовской Аравии рассматривался, и это я знаю точно, потому что с этим правительством я работал, правительством Ольмерска. В 2008-2009 году, то есть вот эта вот операция Литой Свинец, последняя операция Ольмерса, как премьер-министра, она, если бы она была доведена до конца, если бы выборы не помешали и так далее, то один из вариантов, который рассматривался, что после нее газу отдают под контроль арабских сил, которые туда заходят. Единственное, что они должны были нам гарантировать, что оттуда у нас не будут лететь ракеты. А дальше делайте, что хотите. Хотите, там, стройте Сингапур. Хотите, стройте, это, я не знаю, еще один Дубай. Хотите, просто вырезайте все и вывозите население. Что хотите? Главное, чтобы нас оставили в покое. Мы хотим, чтобы эта проблема у нас не была. А дальше мы можем там осматривать Иудею, Самарию, всякие-всякие варианты. Но после этого пришла Кавида Синтоньяку, и этот вариант был отброшен на 15 лет. Теперь, возможно ли он сейчас? Возможно, что возможно. Опять-таки, продвижение договора Саудовская Аравия-Израиль, это был один из главных планов Байдена. Собственно говоря, вот на что были брошены главные внешнеполитические усилия Байдена, и ради чего он готов был даже помириться с Натаньяком, чтобы сделать вот эту договоренность. Мы, хочу напомнить, что это предполагало создание большого транспортного коридора, в том числе такого, который идет и по шоссе, и по морю, и под водой, и так далее, которое бы связывало Индию, Саудовскую Аравию и Израиль. И вот это был бы главный транспортный артель мира и связывание Израиля со всеми арабскими странами. И, собственно говоря, это была одна из главных причин 7 октября. Потому что, понятное дело, что палестинцы не готовы были, чтобы весь аравский мир помирился с Израилем, а они бы типа остались вот на бабах и никому не нужно. Я думаю, что не только палестинцы и не столько палестинцы, не они принимали решение об этом все-таки. Ну, и палестинцы, и Иран, который там... Но это была одна из главных идей Байдена. Создать вот эту вот большой вот собственную линию Байдена. Вот она не получилась. Сейчас она не сброшена окончательно со счетом. И что делает Натани Яковлев? Он говорит, нет, это Байден не достанется, это мы подарим Трампу. Мы готовы потерпеть, но, понятное дело, он-то готов потерпеть. Вопрос, сколько еще смогут терпеть, допустим, израильские солдаты? Сколько еще может терпеть израильская экономика? И сколько еще может терпеть израильская армия? Это гораздо более тяжелые вопросы, чем мы готовы ли потерпеть Бенемин Атани Яковлев? Давид, давай вернемся в Соединенные Штаты. Как ты считаешь, судя по последним опросам, есть ли вообще шанс у Камалы Харрис и что может сработать против нее? Будем говорить так, у Камала Харрис, у нее есть шанс. Причем, судя по последним опросам, очень даже неплохой шанс. Да, а вот у Байдена точно не было шанса. А с Камалой Харрис у демократов появляется шанс. Если меня спросить, я скажу, все равно, ну, то, что на иврите говорят, Рофл, Секуим, большинство шансов, это что выиграет Трамп, несмотря на опросы. Даже сегодня, но она по опросам догнала Трампа, и она даже по многим опросам ее вот... Перегоняет, в том-то и дело. Тут надо еще одну вещь сказать, она очень важная для американских выборов. Вот задумайтесь на одну секунду. С 98-го года, это был последний раз, с 88-го года по 2004-й, то есть 36 лет, был всего один раз, когда республиканцы получили на президентских выборах большинство голосов. Всего один раз за 36 лет, в 2004-м году. Напоминаю, в 2000-м году Джордж Буш-младший победил, получил большинство выборщиков, но проиграл по количеству голосов, то есть большинство голосов получил... Да, в Америке там сложная вот эта система, она далеко не всем понятна. Альберт Горр получил большинство голосов. В 2000-м году, в 2016-м году, Трамп победил Хиллари Клинтон, опять-таки в то время, когда Хиллари получила большинство голосов. То есть за 36 лет был всего один раз, когда республиканцы получили большинство голосов. Это обозначает, что демография работает против республиканцев. Республиканцы – это добрая старая партия простого белого человека. Простого белого человека становится все меньше и меньше. Либо потому, что они идут дальше, либо потому, что там маленькая демография и так далее. Понятное дело, что избиратели вот этой Хилл Билли штата Огайо, откуда Вэнс, они за республиканцев. Белые люди, как их описывает Вэнс, белое быдло. Он их очень хорошо описал в этой своей книге «Элегия Хилл Билли». «Элегия Хилл Билли» – это элегия о вот этом вот американских белых, которые хуже, чем черные. Так в книжке написано. Он говорит, вы так себе представляете, что сидят на социальном пособии и расстелись к алкоголю и наркотикам черные? Он говорит, белые такие же есть. Я вырос, а не белые, которые такие. Вот это, в принципе, условно говоря, белый, простой белый человек – это электорат республиканцев. Особенно мужчин. Белая женщина – это проблема. Поэтому растут меньшинства. Вот тот единственный шанс, когда республиканцы получили большинство голосов в 2004 году. За счет чего они получили большинство голосов? За счет того, что они привлекли к себе католиков, которые обычно голосуют за демократию. На чем они привлекли католиков? Весь мир считал, что у них там будут выборы по Ираку, по отношению к Бен Ладену, по большим глобальным вопросам. А у них в 2004 году была внутренняя тема по абортам, по отношению к гомосексуальным, бракам и так далее. И вот на этой теме республиканцы привлекли к себе ту аудиторию, которая обычно за ними не идет. Теперь было очень четкое ощущение, что есть огромное количество демократического электората, которые не готовы голосовать за Байденом. Просто потому, что он старый. Просто потому, что он наговаривается и так далее. Я при этом не говорю, что он стал хуже президента, или у него хуже состояние, чем была в 2020. Но выглядел он, воспринимался общество, как человек, который не может выполнять своих обязанностей. Мне показалось, что то, что он подхватил коронавирус напоследок, это такое было, знаешь, как говорят на Востоке, той солубинкой, которая переломила спину верблюда. После этого он так и не оправдил. Нет, мне тоже было. Тривнее даже три. Первая точка – это дебаты. Вторая точка – это коронавирус. И третья – покушение на Трампа и его ухо, которое он будет продавать до конца выборов. Причем не только он. Вот это самое смешное. Ну, понятно, что Трамп будет до конца выборов ходить вот с этим забинтованным ухом. И может этому уху еще и памятник в Америке поставить. Я бы вообще там частям тела, части тела Лопес, части тела Кардашьян, одной и той же части тела, уху Трампа, ротику Моники Левинской и так далее, и так далее. Много-много есть частей тела, которые достойны памятник. Но это же продает… Секундочку, если ротику Моники Левинской, то тогда этому самому Биллу какой памятник ставить? Не знаю. Сигарень. Вот. Короче говоря. Но это продает, допустим, Бензин и Ванишвили в Грузии перед выбором. Говорит, вот на Бензину готовили были совершить покушение. А его премьер-министр говорит, что те же силы, которые сделали покушение на Трампа, хотят убить Бензин и Ванишвили. А у нас на Таньяго проводят специальное заседание правительства, что вот на Трампа сделали покушение и на него могут. Понимаешь? Вот это ухо продают теперь всем. И вот это три вещи, которые выступили против Байдена. И Байден вынужден был уйти. Ну, потому что на него уже надавили те… Ну, там, Обама… Со всех сторон, да. Со всех сторон. Но республиканцы вдруг оказались в ловушке. Почему в ловушке? Потому что они все время говорили одну вещь. И говорили старость, 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 старческий маразм, старость, старость, старость. Бац, старик ушел. И вдруг оказывается, что Трамп самый старый кандидат, который когда-либо баллотировался на выборах США. Потому что Байден на прошлых выборах был моложе. Байдену еще не было 78 лет, а Трамп уже есть. То есть вся вот эта вот пропагандистская линия, которую разогнали Венс и Трамп, сегодня ударила по Трампу. А вторая вещь. Там очень многие вещи, которые раньше были с этой стороны, теперь ударяют по нему. Допустим, с Венсом Трамп сказал, все, теперь за нас проголосует и нам поможет община выходцев из Индии. Почему? Потому что жена Венса, она женщина из Индии. Подожди, она из Индии или она индианка? Вот я что-то не помню. Она из Индии, не индейка. Ну, то есть индейцы, индийцы. Она не индейца, она индийца. Мне казалось, что она представитель коренных народов там была. Нет, она выходец из Индии. То есть это отбили у них? Но Акамала, она сама по матери выходить из Индии. Вот, а мне нужно, жена вице-президента, это кандидат в президенты такой. Опять-таки, было очень много негрицанской общественности уже там подтягивалось. Вот пытались ее притащить. Сейчас этот вопрос снят. Очень много других вопросов тоже сняты. Это будет проработать. Индийская община, кстати говоря, это самая растущая по силам община США. У них уже 4,5 миллиона человек. Они занимают все более и более сильные места в стартапе. И вот американские социологи, которые говорят, что если так идет, если этот вектор продолжится, то буквально через 10 лет они будут сильнее, чем еврейская община в США. И в качестве лобби, и в качестве, и по позициям в экономике, и по избирательным циклам, и многие другие вещи. Индийская община очень сильно растет. Вот. И тут она оказывается на этой стороне. Тут очень много вещей сработало одновременно на Акамалу. Понятное дело, что ее попытаются топить всеми силами. Тут гадалки не хотели. И вот тут одна из вещей, которая будет тест на взрослых для Америки, это вопрос, связанный, ну извините, с сексуальным опытом. Потому что вот если про мужика говорят, что он 49 лет женился, то ни у кого не возникнет вопроса, а был ли он до 49 лет девственником? Да. Если выяснится, что да, то за него никто не проголосует. Да. Были ли он до 49 лет девственником? Были ли у него романы? Неженатый мужик до брака, сколько хочешь, да? Все правильно, все нормально. Если у него эти романы были еще там, я не знаю, со звездами, женщинами-звездами, писательницами, политиками, журналистами. Это наоборот плюсик. Так это еще дополнительный плюс. Вау. Типа она же. Начальник утрахал. Она же-то ходок. Да, теперь вот против Камалы это сейчас будет брошено. Строго наоборот, да? Типа приписывать, вытаскивать, цеплять. Ну, понятно, женщина вышла замуж 49 лет. Там единственный случай реально существующий, там перед выборами 19-го года, ну, как праймерис, бывший мэр Калифорнии, Сан-Франциск, по-моему, Билли Браун, он сказал, что она со мной спала, я ей за это помог. Что это такое? Что это такое? Опять-таки, правда это неправда. Не знаю, известно, что ему не нравилась ее деятельность как прокурора. Поэтому правду он сказал, неправду он сказал. Это единственный случай. Но, понятное дело, что на это будут давить. И если говорить, допустим, про русскоязычные медиа, которые не имеют отношения к американским выборам, но они в них как почему-то включились. И сразу стали атаковать Камалу. И будем говорить про путинские, типа, комсомольская правда, которая вышла с огромным заголовком, что типа, муж, главный рогоносец Америки и так далее, это не одного факта на этот счет. Там делала карьеру через постель и так далее. Но не только про путинские, но и антипутинские, там всякие велеры, любарские, латынины, салонины. Ну, то есть, они тоже все ухватились за эту тему бывшего сексуального опыта Камала Харрис. И все стали как-то большими экспертами по этому вопросу. Собственно говоря, доказывая, что большой разницы между путинскими и антипутинскими медиа нет. Посмотрим. Я так думаю, что это очень интересная вещь будет на этих выборах. Секундочку. Очень интересная в смысле с Палановским или нет? Нет, я думаю, что вообще вот таких выборов не было. Ну, кстати, да, Вера, а вот для кого предпочтительный Трамп и для кого Камала Харрис? Вот я имею в виду, ну вот, Израиль, Украина, Россия. Значит, в Израиле, если верить на Каньягу, то Камала, это очень плохо для Израиля. Мы начали с вопроса, можно ли верить на Каньягу. Ну, если верить на Каньягу, Камала, это очень плохо для Израиля. Окей. Я в этом не уверен. Если, что касается Украины, то Камала может быть для Украины еще лучше, чем Байк. Понятно, что Венс и Трамп для Украины это очень плохо. Я проводил цитаты господина Венца о том, что не надо помогать Украине, надо, исходя из наших позиций, договариваться с Путиным за счет Украины. А Украина, ну, он ее сравнивает с Талибаном, коррумпированная и так далее страна, все деньги разворовываются, чиновники, все деньги, которые мы дали Украине, там, на эти деньги, не все, но деньги, которые мы даем Украине, на эти деньги, эти деньги уходят в офшоры и чиновники и политики Украины покупают себе яхты для своих любовь. Ну, пример. Венс и Трамп это плохо для Украины. Опять-таки, позицию Венца потом пытались как-то, ну, будем говорить, подкорректировать. Приукрасить, да. Сбросов со стороны, там, Помпео, бывшего начальника ГДПа, или Бориса Джонсона, мы в другой программе рассматривали, но сильно это не получилось. Что касается Камала, то она по многим параметрам она является более радикальной сторонницей, ну, хотя бы потому, что Байден, он человек из 70-х годов. Вот рыцарь холодной войны, который ровно так, как по лекалам холодной войны, и развел Путина, ну, заставив его истекать кровью в Украине. Опять-таки, Украине не жалко. Но самое главное, чтобы Путин в ближайшие десятилетия, Россия в ближайшие десятилетия, не могла себе позволить вообще ни на что преодолевать. Это то, чего добиваются в этой войне Байден. И эта его позиция, ее практически не скрывает. Россия очень много в столетии нависала над Европой. Главное сделать так, чтобы она больше никому не могла угрожать. Это вот то, что и пытаются сделать в этой войне. Теперь, а Камала в этом отношении, она все-таки более молодая и немножко другой подход. Она может попытаться дать больше помощи Украине для того, чтобы добиться больших результатов. Поэтому России, скорее всего, Камалу не выгодно. Ну, смотри, украинские СМИ просто взахлеб. Взахлеб расхваливают Камалу Харрис. Трамп для них это ужас. Ужас, ужас, кошмар, кошмар. А все вот и ведущие блогеры украинские, они вот на Харрис просто молятся. Ну, правильно. Потому что Трамп, взяв Венса, показал, куда ветер дует в его администрации будущем. Поэтому для России это плохо, для Украины это хорошо, для Израиля, если бегать на Таньяго. Кому точно плохо Камала Харрис, это Азербайджан. Камала Харрис это очень плохо для Азербайджана. Почему? Потому что Камала Харрис это производная армянского лобби в Калифорнии. И они очень сильны. И они ее поддерживали. И они давали ей деньги. И Камала Харрис одна из главных армянских лоббисток В этом, в этой администрации Байдена, которая считается самой проармянской за всю историю американских администраций, Камала Харрис является одной из главных армянских лоббисток. Теперь. Поэтому Армения может, ну, то есть на нее рассчитывать. Другой вопрос. Что, так сказать, триумф армянского лобби, это далеко не всегда триумф Армении. Мы видели, как при этом самым проармянской администрацией Байдена Армения окончательно потеряла Карабаха. И если там при Трампе еще были какие-то попытки там что-то вмешаться, то в этот раз азербайджанцы даже не дали им возможности туда сунуть нос. Поэтому вполне возможно, что для Армении это обернется трагедией, потому что интересы Армении далеко не всегда совпадают с интересами армянского лобби. Ну, а Камала Харрис это очень плохо для азербайджан. Вот, в принципе, то, что можно на сегодня понимать, потому что Камала Харрис, я думаю, еще сама мало что понимает. Если про Трампа говорили, что он не найдет Южный Кавказ на карте, да, вообще. Я думаю, что и господа Камала Харрис имеет проблемы с этим. Ну, а какие-нибудь там другие страны, не знаю, сумеет на тени, не сумеет на тени. То есть Камала Харрис, подводя итог, если касательно Украины, то про Азербайджан ты сказал, что Камала Харрис, она как бы готова продолжать войну, она готова снабжать Украину оружием, а Трамп и, ну уж я не говорю про Венса, они готовы быстро и решительно это дело закончить. Да. Поэтому получается, что для тех... Я бы сказал еще одну фразу. Да. Понимаете, каждый возвращается к тому, что ему привычнее, то, что он сам считает, у него лучше всего. В этом отношении Трамп считает, что у него лучше всего получается заключать сделки. Поэтому обо всем, что он говорит, он говорит заключить сделку. Он про поводу этого. Вот он хотел там критиковать Байдена за сделку. Он сказал, Путин сделал хорошую сделку. Ну, специально, чтобы там... Опять-таки Путин сделал хорошую сделку, А вот я бы договорился там... По-другому. ...чего-то, да. Но это Трамп умеет заключать дело. Байден играет вот эту роль баланса, сдержек, противовеса. То, что он умеет, он и делает. То, что он за много лет научился. Кто на что учился. Да. А Камала, она прокурор. Вот. И она в этом отношении... Для нее Путин преступник. И она будет относиться к Путину, как прокурор, к преступнику. Все. И в этом отношении, кстати, очень интересные выборы в США. Потому что это выборы по схеме прокурор против уголовника. Ну да. Она же об этом все время и говорит. Да. А Камала этот прокурор. И она во время выборов, что она уже начала делать, она будет включать прокурора. Она же это говорит. Как прокурор, которая в суде добивалась наказания мошенников, сексуальных насильников и так далее, и так далее, и так далее. Я знаю, с кем я имею дело. То есть я-то сумею его дожать. Я таких вот это ломала. И это вещь, которую она будет играть. Это игра прокурора против уголовника. Да. Спасибо большое. Спасибо. Давид Адельман, историк-политтехнолог. Спасибо за этот интересный рассказ. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok